Здравствуйте, друзья! 13 марта, город Каменскуральский, Свердловская область. Сегодня приступаю к посеву земляники. Вот такое желтое чудо я посею землянику, хотя многие ее уже давно посеяли, но дело в том, что мы семена земляники и клубники можем сеять до конца апреля. Единственное, если мы ее посеяли рано, допустим, январь, начало февраля, даже до середины февраля, то в сезоне, когда мы посеяли эту землянику, либо клубнику, мы уже можем получить небольшой совсем урожай, ну, по крайней мере, попробовать эти ягодки, плоды с этих растений. А если мы сеем вот март, апрель, то есть мы уже, конечно, ягод не получим с этих кустиков, которые вырастим, но так как растение это многолетнее, то есть мы получим урожай хороший на следующий год. Поэтому я сегодня приступаю к посеву. Так, что я приготовила? Сеять буду вот в такие плошки, вот в такую плошку, у меня уже тут подписано. Вот, грунт наполнила. Грунт у меня какой? Радуга от компании Пересвет, плюс добавлен почвабрикет от Биомастер в качестве разрыхлителя, и плюс немного здесь добавлено биогумуса. Этот грунт я готовила, когда пересаживала перцы. Так, мы обязательно должны уплотнить этот грунт, чтобы семечки у нас не провалились в дальнейшем. Мы не будем их заглублять. Можно посеять просто поверхностно на грунт, рассыпью. Но так как мне не хочется потом заморачиваться во время пересадки, как-то уже жалко терять рассаду, если семечки слишком близко друг от друга проросли, семена. Поэтому я буду сеять на снег. Посев на снег, он никакой, в принципе, роли другой не играет, кроме того, как то, что мы видим, как мы распределили семечки. Также я добавлю обязательно микоризу. Зря уплотнила, надо было сначала микоризу добавить. Вот у меня ложечка, два с половиной грамма. Вот на этот пакетик я столько и добавлю. Два с половиной грамма. Так, сейчас придется немножко смешать. Когда микоризу открываете, затем обязательно ее нужно завязывать. Видите, как я завязываю любые пакеты и грунт, и все, что угодно. Видите, я отстригаю вот эту верхнюю часть, ленточку, не до конца. И затем завязываю очень-очень крепко, чтобы не пересыхали. У меня ни грунт, ни микориза. Так, немножко вот так смешаем. Не нужно глубоко вот эту микоризу погружать поверхностно. Вот, и она будет работать отлично. Вновь немножко притрамбовали. Грунт, стараемся, чтобы грунт был ровненький у нас. И смачиваем с помощью распылителя. Смачиваем достаточно хорошо, но не нужно смачивать полностью весь ком земли. Примерно полсантиметра мы должны смочить. Так, достаточно. Вот здесь у меня где-то два-два с половиной сантиметра грунта, не больше. Так, что делаю сейчас? Так, где у нас семена? Да, водой смочила простой, обыкновенной. Так, семена у нас вот в таком пакетике. Ой, как их тут много! Придется, наверное, мне тогда две пложки сеять. Я, вообще-то, планировала одну посеять, пложечку. Так, если не снега, можно взять обычную вот салфетку. Сейчас я этой салфеткой здесь протру, так как набрызгала, смочила вот эту, разносик этот. Мне надо семена-то высыпать на сухую поверхность. Так, где тут у меня? Себиан прям очень много. Вот кажется, что немного, но вот посмотрите, вот это вот все семена. Вот я их уже рассыпала сюда. И теперь мы вот на этот грунт добавляем снег. Я сходила на улицу за снегом, принесла прям в горшке. С горшочком сходила за снегом. Так, и вот так вот мы его также немножко прижимаем. Снежок. Не сильно толстый слой. И вновь прижали. Таять будет снежок, и семена будут равномерно опускаться на этот грунт. Таким образом они не будут заглублены. И вот за счет того, что мы посеем на снег, мы будем видеть, как у нас распределились семена. Так, ну и что? Вот так вот мы их сейчас распределили. Примерно расстояние между растениями сантиметра полтора между семечками. Почему такое расстояние? Для того, чтобы нам в дальнейшем легче было их рассаживать. Не могу сказать, что у земляники стопроцентная схожесть. Нет. Любые свежие семена все равно в любом случае схожесть будет не стопроцентная. Так, что-то как-то я немножко в кривь и в кость начала их высаживать, высеивать, сеять вернее. Ну, потому что не очень удобно делать это на камеру. Особенно, когда зрение плохое. Тяжеловато. Так, друзья, я распределила семена, как вы видите, по снежной подушечке. Так, ну и что хочу сказать. Вот семена клубники и земляники можно еще вполне сеять. У нас, кстати, в магазине все семена есть в продаже. И крупноплодная земляника, и мелкоплодная. Вот такая земляничка, как я сейчас сею. И красная, и желтая, и белая. Магазин наш находится в городе Каменск-Уральский по адресу проспект Победы, 48, в центре здания. Называется магазин очень коротко, Дача. Что же я дальше буду делать? А дальше все очень просто. Я накрою крышечкой эту емкость и поставлю сразу под лампы. То есть, ну вот сейчас еще день. я пока поставлю, я пока поставлю, конечно, на подоконник. А вечером, когда я рассаду свою, которая у меня есть, выставляю на стеллаж под лампы. И вот эту землянику я также поставлю под лампы. Схожесть у семян земляники, ну, ориентировочно до 24 дней. То есть, она может взойти и на пятый, и на седьмой день, может и на двадцатый, и на двадцать четвертый день. Так как я не спешу, урожая я от этой землянички не жду в сезоне 24 года. То есть, я ее сею для того, чтобы она у меня уже с прошлого, со следующего, вернее года начала плодоносить. Поэтому, в принципе, на какой день она взойдет, мне не так важно. Самое главное, мы такую, такие посевы земляники обязательно должны держать под досветкой, на досветке, чтобы она не вытягивалась. Вот как только она взошла, она должна быть уже под лампами. Поэтому я ставлю сразу изначально контейнер. Вот стараемся под лампы ставить. Для того, чтобы не упустить момент, ведь может быть так, что проклюнулись семена, допустим, вечером, мы не заметили, что появились всходы, и за ночь уже такая земляничка, конечно, вытянется. Поэтому освещение нужно дать по возможности. А в целом, выращивать очень легко. землянику из семян, она полностью повторяет все родительские качества. И, как я уже говорила в своем ролике, когда показывала обзор, какие семена у нас есть на данный момент в магазине, в продаже, я уже говорила, что вот эти вот желтые и белые сорта земляники, они самые сладкие, ароматные получаются. Ну, и не всегда они бывают в продаже. в общем-то, вот. А, да тут тысяча, а нет, это ягод тысяча штук с куста. А здесь, видите, фасовка 0,03 грамма, но сколько это? Ну, это очень много. Я сейчас, конечно, придется мне вторую такую же плошечку посеять. На какой день появятся всходы, конечно, обязательно покажу. Да, и вот тут, видите, вот у нас посев с третьего месяца по четвертый. То есть, март, апрель мы можем сеять семена. Но я знаю, что многие наши городские садоводы посеяли еще в феврале землянику. И, кстати, я хочу сказать, что очень многие садоводы сейчас выращивают и крупноплодную землянику, и вот такую вот мелкенькую выращивают из семян. И вот по отзывам, я вообще небольшой специалист в выращивании клубники земляники, но по отзывам садоводов я хочу сказать, что говорят, что вот из семян получается даже лучше, чем если покупать посадочный материал. Ну, вот проверим. Я еще, можно сказать, начинающий земляника вот что ли. В общем, начинаю я только размножать землянику и клубнику. И, как вы видите, это у нас земляничка безусая с медовыми ягодками. Вот такую красоту я себе сегодня посею. Друзья, всем до новых встреч. Пока-пока!